Привет, меня зовут Даша, и я решила снять небольшое видео о моей комнате, почему бы и нет. И заодно я проведу такой опрос, все-таки как мне лучше обращаться в своем видео на «ты» или во множественном числе. Ну и чтобы было понятно, как это будет выглядеть, я буду в этом видео во множественном числе обращаться. Дверь у меня самая обычная, такого вот плана. Как заходишь в комнату, видно сразу ширму, которую мне мама подарила на 25-летие, настоящее дерево. По идее, я планирую вставить, то есть это вот такие, она состоит из завертящихся фоторамочек. Я планирую вставить сюда фотографии их моих предков и родственников, но пока вот так, достаточно символично. Слева стоит такая кушетка с двумя подушечками, мягкими игрушками. Я, кстати, должна заметить, принципиально не убиралась в комнате. В принципе, с Нового года особо я не успела загвоздать. Вот такие вот фотообои. Я обожаю замки, люблю, чтобы комната была максимально приближена к природе по своей окраске, я не знаю. Поэтому вот половое покрытие специально подбирала, оно такое, как будто кирпичами вымещенное. Зеленое, это все, листва. Что еще? С разной кушеткой книжные стеллажи со всякими фентифлюшечками, рамочками, статуэтками, шкатулочками. Вот здесь висит моя родословная. Так мама нарисовала. Изменял художник от слова худо. Даже не вам подарила на Новый год на этот трелочку. В таком стиле со змеей. За кушеткой, за диванчиком. У меня страшное дело совершенно. Коробки. То есть это частично чулан. Вот видно, что игрушки по сброшенной. Это моя кошка лиса постаралась. Придется заново ставить. Лиса, скажи привет. Не хочешь на привет говорить. Далее. Цветы мои. Вот в густое молоча. Я бы с удовольствием разводила. Но, к сожалению, их трудно достать. Небо, кстати, я не показала. Вот у меня потолок такой небесный. Как я уже сказала, я люблю уподоблять свою комнату природе. На подоконнике у меня, за исключением мухолова, тоже молочая стояла. Какие я смогла найти, такие я смогла найти. Вот это я не уверена, что молочай, но очень похож на его вид. Вот это голубая симпатичная баночка. Это на самом деле настольная мусорная корзина. Чехол видеокамеры, клемм для тела, который я использую, клемм для рук. Это планшет с письмом. Я письмо писала. Люблю, кстати, очень нестандартно использовать пространство. Почему на планшете я его пишу, признаться, терпеть не могу писать на столе. На книге неудобно, поэтому я планшет под это дело приспособила. Далее. Вот у меня тут рядом с Шимой зеркало, которое выполняет роль подставки под открытки, которые мне больше всего нравятся. Ну и, собственно, ключевое мое место. Так. В тумбочке у меня всякая ерунда. Вот в этой коробке, ну, то, что касается моего рода, там всякие диски. Вот в этой коробке и дата-капель, цифровика, там, а что еще? Телефона, еще чего-то. Лиса. Вот тебе везде нужно. Дырокол. Ну, в общем, ерунда всякая. Лиса. Ну, вот этот ящик, он наиболее особенный, поэтому ему здесь наибольший бардак. Вот этот блокнот сверху, это входящие и исходящие. Тут же конверты выглядывают, линейка, я периодически балую с декупажем, клейки и закладочки самоклеющиеся, ну, вообще всякое такое. Верхний ящик с замочком, поэтому я его сделаю под всякие свои секретики. На самом деле у меня нет никаких узовых тайн, ну, вот как-то вот так. Да, и на столе у меня стоит вот такая кукла, но это не просто кукла, это светильник, органайзер для канцтоваров, папки, правда, условные, зеркало из красного оборочной работы. Пиздно себе честно, маникюры я делаю, смотря ролики на YouTube, поэтому у меня здесь всякие лаки, топовое покрытие, база для лака, жидкость для смягчения кутикулы, задним фоном служит могиня баст, вот, кстати, пилочка здесь, ниже черепуха, сушка для ногтей, жидкость для лака, корректор, гигиеническая помада, очень люблю захламлять и принтер, всякими вещами, тут у меня и блокнотик, и диск, вот он, подарочный пакетик, китайский эроглиф с удачей, тетрадка, еще одна тетрадка, третья тетрадка, ватные диски для снятия маникюра, салфетки для снятия маникюра, салфетки для снятия маникюра, зеркало, золотая цепочка, отца, не знаю, что она здесь делает вообще, так, книга, папки предусловные, бухотей, блог для записей, курительница, свечки с жигалки, рома масла, игрушка Пи, но это не просто игрушка, она многофункциональная, она очень мягкая, с особым наполнителем, очень долго, когда сидишь за компьютером, локт ее стоит, я не опираюсь, почему Пи, потому что очень похож на один персонаж, которого звали Пи, Пи, похоже, да, это у меня сканер, дрель, дрель, да, вот, в этой папке я храню черновики, не люблю на самом деле, когда бумага просто так расходуется, вот этот блокнот, это YouTube блокнот, я здесь записываю, всякую ерунду, например, то, что я хочу, допустим, из косметики заказать, из книг, здесь запросы, на самом деле, выглядит все бедненько, это знаешь, знаете почему, потому что, я когда, допустим, я с двух сторон списываю, листочек, я его просто отрываю и выкидываю, поэтому, вот так вот, это я хотела заказать, собрание сочинения у автора, и записывала то, что у меня уже есть бюлотеки, чтобы не повториться, ну, в общем, все такое, календарь, на календаре я отмечаю не рождение, не предстоящие события, а когда я что-то заказываю, ну, так у меня я уже успела сделать заказ в этом году, я беру, заказываю, ой, пишу, что это за магазин, сумму заказа, спалилась сейчас, чтобы, ну, хотя бы примерно представлять, когда все попридется, и чтобы на готове иметь деньги, и чтобы не пришлось, получив извещение, скорее-скорее, бежать к банкомату, вот, так что, ну, и вы не могли не заметить, вот этот такой портрет, над столом, это я, в роли такой, ассоль, мама подарила мне этот портрет, на один из предыдущих, дни рождения, получилось, на мой взгляд, слишком ярко, как вы считаете, наверное, это все, я надеюсь, тебе это было интересно, если есть какие-то пожелания, по поводу улучшения, уюта моей комнаты, с удовольствием выслушаю, и не забывайте, я жду комментариев, по поводу того, как обращаться, все-таки, на ты, или на вы, вот, со жизнью, ваша Даша.